Люберецкий округ с рабочим визитом посетила руководитель госжилинспекции Московской области Ольга Федина. Она осмотрела 15 многоэтажных домов, которые обслуживают управляющие компании «Содействия», «Пиккомфорт» и «ЛГЖТ». Инспектор оценила ход подготовки многоэтажек к осенне-зимнему периоду и качество ремонтных работ, фасадов и подъездов. Подробности в нашем сюжете. Сегодня дом номер 4Б по улице строителей выгодно отличается от других многоэтажек микрорайона. Яркий цвет, ухоженный внешний вид. Здесь в самом разгаре капитальный ремонт фасада. Специалисты утеплили межпанельные швы, сейчас завершают покрасочные работы. Жители таким переменам рады. Пятиэтажке более полувека, а такой нарядной она не была никогда. Я живу в доме 40 лет. Ремонт – это первый раз за всё время. Мы сколько раз ходили в ЖЭУ, просили, говорим, такой дом страшный, покрасить. Нам сказали, что ЖЭУ теперь к этому никакого внимания. Работают они с раннего утра и до позднего вечера. Ребята, тем более сейчас жара, терпят. Но сами видите, результаты просто прекрасно. Был чёрный, стал красивый. Однако руководитель областной госжилы инспекции Ольга Федина цветовое решение комментировать не стала. Фокус внимания направила на выявление недостатков. Словно рачительная хозяйка, она внимательно осмотрела практически каждый подъезд. Отметила, что нет утепления входных дверей, не везде в подъездах наведён порядок после ремонтных работ и завершён монтаж электропроводки. Мы увидели нарушение прежде всего в том, что не были выполнены ряд работ, которые необходимо было выполнить. Представители управляющей компании тут же брали замечания главного жилищного инспектора Московской области на карандаш. А заодно рапортовали. В данный момент готовят к зиме все 2112 домов Люберецкого района. Кроме того, параллельно проводят ремонты в домах. 144 подъезда уже обновили. Ещё 80 на финальном этапе. В нашей организации проводится ремонт фасада. Здесь у нас представлено два дома. Строители 4А и строители 4Б. Ремонт фасада с ремонтом межпанельных швов. Что туда включается в себя? Значит, ремонт, вскрытие межпанельных швов с закладкой нового утеплителя, герметик. И затем уже идёт работа по фасаду с его окраской. Туда же входят, естественно, работы по ремонту балконных плит. Подрядная организация даёт гарантию на свои работы 5 лет. Если жители заметят недостатки, они знают, куда надо обращаться с претензиями. Об этом они и сказали госжилинспектору. Плюсы, безусловно, есть. Не самое плохое состояние многоквартирных домов. Положительные отклики жителей, собственников, которые проживают в этих многоквартирных домах. В принципе, скажем так, мы увидели ситуацию, которую оцениваем на четвёрку. Я, наверное, хочу обратиться к нашим жителям. Потому что лучший контроль – это житейский контроль непосредственно тех жителей, которые живут в этом подъезде. Поэтому, если есть какие-то замечания, нарушения, пожалуйста, обращайтесь к нам, в соцсети, в управляющую компанию. Мы будем моментально на это реагировать и будем обязывать управляющую компанию производить качественный ремонт. Время на устранение выявленных недостатков ещё есть. По графику завершения ремонтной кампании – 1 августа. Ольга Федина подчеркнула, через две недели она вновь приедет с проверкой. Убедиться в том, что управляющие компании взятые на себя обязательства выполнили в полном объёме.